А хорошо устроились? Смотри и управляй Билайн ТВ в тарифе АП и выгодно добавь домашний интернет. Мультики, онлайн-игры, прямые эфиры и всё это в одном моём тарифе. Билайн. На твоей стороне. Наш первый стендап-комик Виктория Складчикова! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Закупился. Вот это великолепные, великолепные ребята. А вот этих мальчиков с высокими амбициями мне жалко. Потому что, правильно, его вот взяла какая-нибудь рублёвская женщина, показала ему вот эту лакшери жизнь, острова там, бентли, вот так наигралась. И вот так вот назад в Можайск выбросила, он там вот так стоит, он не знает, как жить. Он устроился на почту в марки лизать, потому что больше ничего не умеет. Понимаете? Поэтому, да, если вот здесь есть богатые женщины, если вы такого мальчика взяли, показали ему вот эту всю красоту, богатство, не надо его выбрасывать назад, ему тяжело будет жить. Да, мне, знаете, единственное обидно вот за мужчин, что почему-то именно женщинам принято что-то дорогое дарить. Там айфоны, бриллианты, мужикам. Вон у меня подруга, ей муж машину подарил, а она ему полёт в аэротрубе. И всё. Она счастливая там на БМВ на этом ездит, на ночную Москву смотрит, а он блеванул. Ещё и на себя, понимаете? Вот сейчас мужчинам будет вопросить. Похлопайте, подкаблучники есть в зале? О, девочки, разрешите похлопать. Нормально. У нас всегда мало сознаются, потому что слово подкаблучник негативный оттенок есть. А у нас даже и у девчонок, кого не спросишь, никто не хочет быть с подкаблучником, никто. У нас как? У нас все хотят найти такого жёсткого, брутального мужика и уже потом в семейной жизни сделать из него подкаблучника, да? Видели фотосессии семейной новогодней? Вот он, брутальный, сидит в вязаных носках, в свитере с оленем, у него колпак. Это ж чё? Это ж она всем говорит, не типа, смотрите, какая у нас счастливая семья. Нет. Она говорит, смотрите, на какое дерьмо я его уговорила. Видите два шарика на ёлке? О, а раньше были у него. Поэтому, да, на самом деле, девчонки, есть у вас парень или муж подкаблучник, это очень круто. Главное, при его друзьях об этом не говорить, при его друзьях он должен главным оставаться. Вот смотрите, у меня парень подкаблучник, всё делает, стирает, убирает, гладит, готовит, но при его друзьях, вот даже мы недавно сидели, я даже специально такая говорю, он у нас главный, он всё делает, он всё решает, всё, он главный. Я говорю, это я убираю, стираю, глажу, готовлю. И он такой, в смысле ты, блин? Я говорю, ты чё? Я говорю, ты чё разозлился? Господи, аж фартук снял. Я говорю, тихо, давай сидим. Я в отношениях терпеть не могу фразу, вот эту, ты где? Вот с такой интонацией, ты где? Поэтому, вот, мне конфликты не нужны, я работаю на опережение. Мне парень пишет, привет, любимая, я говорю, тебе не должно, где? Всё, я отправляю. Что запрещать? Ну, не нужно путать подкаблучников и слабых мужиков, это разные люди. Знаете, слабые мужчины, когда ты с ним идёшь где-нибудь по тёмному переулку, и там кто-то орёт, эй, шлюха, и он останавливается вот так вот, дрожит, и ему, тихо, тихо, успокойся, это не тебе. Это они мне. Но я тебя не брошу. Шлюхи своих не бросают, всё. Я анализировала свою жизнь, и мне, кстати, в основном, в основном, вот как-то слабые мужики попадались. Мне подруга позвонила недавно, и она мне говорит, я ходила на свидание, и я вот с ним полупереспала. Я говорю, чего? Я говорю, полупереспала? Я говорю, это как? Это когда он в тебе, а ты в депрессии. Зачем оргазм без окном октябрь? Ну, я не знаю, я у неё спросила. Я говорю, полупереспала, это как? Она говорит, это когда я дала согласие телом, но не душой. Я говорю, ты в говно была? Она говорит, да. Знаете что? Вот за мужчин обидно. Знаете, в каком плане? Я не знаю, вы знали, мужики или нет, что когда плохой секс, девочки вас в этом обвиняют, да? Вот мы сидели недавно с девчонками, и там одна такая, она говорит, представляете? У него там даже, даже не до конца даже поднимался. Я думаю, ты в его какой-то растянутой майке, лохматая, ноги не бритые, с сигаретой. Он трахает волка из, ну погоди, скажи спасибо, что так. Ну надо же стараться тоже самим. Единственное, что я не делаю, это откровение сейчас будет. Я оргазм не имитирую, потому что я не актриса. Я боюсь перепугать человека. Вот это да! Вот это прикол! Ну я даже не знаю, видите? Не знаю. Я, кстати, недавно узнала, что есть множественные оргазмы. Ну я в смысле прочитала. И знаете, мне так, девочка она, она мне говорит, «Ой, Вик, когда у тебя будет, ты поймешь, там два коротких, один длинный». Я говорю, это как? «Ура, ура, ура!» И ну так? Ой. А мне и не надо. Мне и не нужен этот ношный оргазм. Я прочитала, он длится до 20 минут. Я опоздаю везде, он мне дел много. У меня секс меньше длится. Зачем мне, чтобы еще после секса у меня 20 минут качевряжила по комнате? Мне, извините, ехать. Мне в метро зубами за поручни, что ли, держаться. Все, ребята, у меня все. Ау, вы здесь? Один из самых рейтинговых проектов ТНТ. Да ты че? Сериал, получивший премию Тэфи. Капец, как круто! И комедия с «Женщиной года» в главной роли. Пафосно, но по делу. Эта история могла бы длиться вечно. Оль. Оль. Оленька. Чучо-чо. Оль. Оля. Ольга. Но у всего есть конец. Слушай, выпусти меня. Клянусь, больше не увидимся. Ольга. Финальный сезон. С 10 апреля. Восемь вечера. На ТНТ. С 10 апреля.